Всем доброго дня! Это Мейзи и Мунхры. Люди, которые видели фишку Рилке, скорее всего, заметили, что в моих регалиях, в списке всех моих всевозможных регалий, значилась только одна — лингвист-дилетант. Я хотел бы перед началом зачитать определение дилетанта, чтобы не возникло никаких неразумений. Дилетант — это человек, который занимается какой-либо деятельностью, без должных знаний и профессиональной подготовки. Так что не ожидается, что я прям супер-профессор. Такой же человек, как и вы, который просто изучил определенную тему и решил объяснить. Это же говорит о том, что вам определенно стоит проверять все мои слова раз десять. Если вам какой-то факт покажется забавным и интересным, не поленитесь, загубите, проверяйте, возможно, я вам заплату. Прямо на лицо стоит объяснить. Итак, сейчас речь зашла о языках. Давайте смоделируем ситуацию небольшую, очень интересную курилку. Становится совершенно невероятно популярным международным проектом, называется «Курилка». И первая международная и всемирная лекция курилки проходит, например, где-нибудь в Берлине или Париже. И вопрос — на каком языке, как вам кажется, будет проходить наибольшая часть лекции этой курилки? На китайском. Китайский, ничего не ангельский, английский, какие-нибудь еще? Слух, немецкий, русский? Аранский. Математический штаб. Прекрасно. Просто решили перечислять все языки, которые знаете. Тоже вариант. Переводческий язык? Нет, там будет переводчик. Будет язык лектора и переводчик. Да, вполне возможно. Скорее всего, достаточно логично, что такая курилка будет проходить на английском языке. Все потому, что сейчас роль международного языка выполняет английский язык. Если мы посмотрим на статистику распространенности языков, английский занимает второе место в мире 800 миллионов носителей. Это родной язык. Разгонный язык и второй язык — это 800 миллионов носителей. Первое место занимает китайский язык с где-то миллиардом носителей. Но дело в том, что за пределами Китая на китайском говорит около 100 миллионов человек, за пределами Великобритании на английском говорит около 500 миллионов человек. Поэтому, фактически, если мы говорим о распространенности языков, то, встретив с телеческим человеком в вакууме, наиболее вероятно, что он будет говорить на английском языке. Ну, в общем и целом, это неплохо. Английский язык достаточно прост, он лаконичен, ну, и прост он особенно в том, что не касается бревной системы. И, в целом, выучить английский язык на уровне «моя твоя понимай» и говорить с ошибками наговорить можно за год при большом желании. Вот. И особо никаких проблем нет. Кроме одной, есть небольшая зависть. Я думаю, многие, кто изучал английский язык, такая зависть, что кому-то нужно учить английский язык, а кому-то не нужно. Кто-то уже рождается с этим языком, а кому-то приходится тратить свое время на то, чтобы его выучить. Ну, например, если будет какая-то международная компания, скорее всего, туда примет человека из Великобритании, который говорит на английском, чем человека, который английский язык выучил на среднем уровне. Вот. И если мы вернемся немножко в прошлое, в точку в 1859 год, мы увидим там примерно следующее. Почему 1859 год? Потому что в этом году родился этот замечательный человек, которого звали Лейзер Леви Замингов, или более известный как Людвиг Лазер Замингов или Лазер Людвиг Замингов. Он родился в Белостоке, и в Белостоке большинство населения составляли евреи, которые говорили на идыш. Этот язык очень похожий на немецкий. Они говорили на идыш, но кроме евреев в этом городе проживало много других национальностей, например, немцы, белорусы, поляки, которые говорили на своих языках, но не то чтобы горели желанием учить идыш. И, в принципе, междунациональная обстановка в городе была не очень хороша, и сам Людвиг, он истоком этой обстановки, он видел непонимание. Непонимание любви друг друга, и, в принципе, он думал, что если будет какой-то общий язык, на котором он все будет говорить, то было бы просто прекрасно, все это будут понимать, и не было бы просто... был бы мир трудной, и все было бы прекрасно. Так вот, все, что я вам сказал до этого про международную обстановку, скорее всего, неправда. Почему? Если вы откроете любую статью про эсперанто, про историю эсперанто, про историю самого этого прекрасного человека, вы практически в каждую видите вот этот абзац про напряженные международные отношения и про то, что Людвиг Зеленков просто... ему это не нравилось, он хотел это исправить, создание международного языка. Вот практически любая статья, не верите мне, загублите эсперанто, историю эсперанто и прочитайте. И самое забавное, что почти все эти статьи ссылаются друг на другу, если они вообще туда присылаются. То есть такой очень странный замок в Тепру. И в чем дело? Ну, скорее всего, да, имело место напряженная обстановка, но вполне возможно это не послужило для эзаменков каким-то триггером, посылом для того, чтобы создать эсперанто. У Людвига Зеленкова было очень много интересных идей. Это сейчас немножко затравочка чуть-чуть на будущее, потому что сразу они являются как-то даже неприлично. В чем дело? Зеленков был, в принципе, достаточно успешным учеником, он учился в Варшаве в гимназии, и примерно в это время он начал создавать свой первый искусственный язык. Зеленков был полиглотом, это объясняется в том числе его еврейским происхождением, потому что любой еврей в то время, кроме того, что он говорил на идыш, на еврейском языке, он говорил на русском, потому что, простите, надо торговать. Ну, это полушутливая фраза, но в целом это действительно причина. И любой образованный еврей знал иврит. Ну, тогда это называлось древнееврейским языком. Иврит — это язык литургии. На нем особо никто не разговаривал, но Зеленков знал. То есть Зеленков же, в принципе, исключительно благодаря своему происхождению, знал три языка. Сразу повезло человеку. И, кроме прочего, он действительно увлекался изучением и языком, и к моменту обучения в гимназии владел французским и немецким языками. Примерно в то же время начал создавать свой первый искусственный язык. И после начала создания языка он познакомился с языком английским и решил, что язык, который создал сам, очень сложно. И его надо упрощать по простому английскому языку. В принципе, так и поступил. В 1878 году первый проект Зеленков был готов. Первый проект Зеленков был готов. Он назывался «Линго универсала». Универсальный язык. И был, в принципе, по сути, очень похож на Эсперанто по своей структуре, по своей простоте и в целом по лексике. Это 1878 язык. Для тех людей, которые сейчас интересуются. «Волокрук» был создан в том же году. Кто-нибудь помнит? Что такое «Волокрук»? Вот. Загуглите. Просто это очень большая тема. Это следующая лекция. Мы пока вписываемся в ресторан. Простите за такую подсылочку. Вот. В 1878 году он создал свой язык, представил его своим гимназистым друзьям, которые сказали «круто, просто круто». Ну, наверное, они не так говорили, но что-то такое. Они отпраздновали это дело даже. Ну, просто они отпраздновали создание языка. И, значит, что я сделал? Людмик Зименков пришел к своему отцу. Пришел к отцу и говорит, «Папа, такое дело. Я занимаюсь созданием искусственных языков». Ну, и мой отец сказал, «Ничего, переживем». Ну, наверное, не так сказал. Я представляю себя так. Лазарь приходит к отцу и говорит, «Папа, я создал международный язык». И отец ему говорит, что это вроде, «Круто, прекрасно. Международный язык – это лучшая вещь на свете. Я очень рад, что ты этим занимаешься. Именно поэтому ты пойдешь учиться в Москву на Офтальмолога, а твою рукопись я сожгу». Его отец действительно не разделял самих лени, Зименков – это занятие искусственных языков. Он считал, что это бред в день, очень бред какой-то. И не имеет никакого смысла. И он боялся, что этим заинтересуется власть, и что вообще это какая-то, блин, фигня. Поэтому он жал рукопись, ничего лучше не смогли сделать. Зименков об этом узнал через три года после того, как это произошло. В 1881 году он вернулся из университета. Он учился дальше в Варшаве. Он сказал, «Папа, где моя попись?» Папа ему сказал, «Простите, я ее шок». Наверное, Людвиг разозлился, но не стал унывать, и продолжил создавать язык. Он снова начал с нуля язык, который впоследствии станет известен как язык эстерон. Вот. И в 1887 году, это шесть лет проходит после того, как Зименков узнает о том, что была сожжена его первая рука. В 1887 году Зименков публикует книгу, которая называет международный язык, предисловие и полный учебник. И сейчас я зачитал название этой книги в оригинале, потому что первая книга по эспиранту была истинна именно на русском языке. Которую вот интересную информацию, я не знаю, почему-то его знает. Эта книга известна среди эспирантистов как «Первая книга». Так и называется «Первая книга». Как вы думаете, как называлась следующая книга? Вторая книга, правильно. Как вы думаете, как называлась следующая книга? Неправильно. Дополнение ко второй книге. Да, он решил так, знаете. Неожиданность. Сколько это еще? Первый учебник, как я уже сказал, назывался «Международный язык предисловий и полный учебник». Чтобы вы понимали, эта книга была маршруткой на 40 страниц, из которых, собственно, предисловие занимало 28. За минуту просто 28 страниц рассказывать, почему тебе, читатель, нужен международный язык. Абсолютно странно для учебника особенно. Представьте, да, вы открываете учебник по русскому языку, и там на 28 из 40 страниц русский язык нужен вам потому что потому что. Мне такая немножко была бы нужна. Я действительно был бы очень рад такой прочитать. Ну, значит, с книги «Международный язык» началась история эсперанто. В ней были написаны основные правила… И здесь такой миф об эсперанто. Основные правила эсперанто укладываются в 16 пунктов. Их, в принципе, достаточно для того, чтобы этот язык понять. Если у вас есть слова и 16 пунктов перед глазами, вы практически любой текст без особых сложностей смотрите. Ну, это миф, на самом деле, для того, чтобы правильно описать эсперанто не достаточно 16 правил. В этой книжке были изложены первые 16 правил. Следующие книги просто чуть-чуть дополняли. И что придумал Заминков? На самом деле, он был прекрасным маркетологом… Что? Надо разобраться. Да, я пойду сейчас. Он был прекрасным маркетологом… Здравствуйте, собаки. Если это не собака, то не очень странно. Он был прекрасным маркетологом, но он что требовал сделать? Сам учебник эсперанто содержал страницу с 16 правилами, которые можно было вырвать. И словами с 900 словами, которые, в принципе, легко можно было передать по почте. Заминков призывал своих сторонников делать что? Он призывал их писать письма на эсперанто. Правильно. Брать слова их, прикреплять письмо и отправлять на неизвестные почтовые адреса. Это был первый агрессивный маркетинг для России. Заминков… Что? Спам? Да, это спам. Это… задумайтесь, это пробник языка. Заминков рассылал эти пробники. Наверное, этим был, на самом деле… Ну, скорее всего… Эта планма действительно очень хорошо повлияла, и язык стал достаточно распространён. Уже в 1888 году Лев Толстой привыкнул эсперанто движению. Лев Толстой – один из самых известных эсперантистов. В смысле, из известных людей, которые занимались эсперантами. И когда дело дошло уже до третьей книги, и Заминков выпустил, Заминков не хотел, чтобы его дечище, его язык был под его контролем. Ему не нравилось быть этим диктатором языка. Он вообще мечтал в самом начале, да, мечтал о том, чтобы был создан какой-то конгресс, были созданы группа людей, которые бы отвечали за язык. Что-то дадумывала сама, а сам эсперанто просто сидел бы и смотрел на все это дело и такой, блин, как круто, я такой молодец. Но это не вполне получилось, потому что все-таки у Заминков было какое-то видение своего языка, и он не хотел, чтобы язык очень сильно поменялся. И ближе к первой конференции, первая конференция прошла в 1905 году, ну, вообще не очень много, по тем временам, когда не было такого особого пространства информационного, как интернет, например, по тем временам, язык был создан в 1887 году, была издана книга, а уже в 1905 году прошла первая международная конференция. Это очень большое достижение. Ну, просто осознаете, да, на сколько? Девять лет, меньше, восемь. Неважно. Почему я теперь? Не нажать. Сорок пять? Можете туда почитать? А, еще забавный факт. Деньги на издание первой книги Заминков дал ему тесть, так что в некотором роде Заминков женился в расчетах. Такой был интересный язык. Интересный Заминков. Я Заминков. Парк. И, значит, он имел свое видение, не хотел быть диктатором, но имел свое видение. У него вот такая диссонанс. И поэтому в 1905 году он пишет книгу, которую называет «Основы эсперанто». Эта книга называется «Фундаменталайз эсперанто» за самого эсперанто. Странные названия, на самом деле. Ну вот. В 1905 он издает эту книгу, и в 1905 году на Первом Семерном Конгрессе он зачитывает так называемую «Бульонскую декларацию», который заявляет, что такое эсперанто и как оно, в принципе, будет развиваться дальше. Я зачитаю чуть-чуть из этой декларации. Первый пункт. Эсперантизм – это стремление распространить во всем мире использование нейтрально-человеческого языка, который не навязывая себя во внутренней жизни народов, нисколько не намериваясь вытеснить существующие национальные языки. То есть это язык, который давал бы людям разных наций возможное взаимопонимание, мог бы служить в качестве миротворческого языка, это, кстати, текст Кулинарской декларации. Второй пункт. Международным языком может быть только язык искусственный, наиболее подходящим для этого является эсперанто. И самый важный пункт. Четвертый пункт. Одним единственным, навсегда обязательным для всех эсперантистов фундаментом языка эсперанто является произведение «Основа эсперанто», в которое никто не имеет права вносить изменения. То есть Олегов достаточно хитро поступил, не будучи пожененным диктатором, он сказал, что вот есть базис языка, от которого никак нельзя отступать, развивайте, выполняйте, что хотите, а вот это вот не трогайте. И, значит, вот даже в тяксе Бульонской декларации немножечко чувствуется вот уже идеология, особенно в первом пункте, эсперантизм, когда уже какое-то движение, какая-то идеология. И мы возвращаемся к пункту о том, что разногласия в Белосроке не были предпосылками к созданию эсперанто. Собственно, что произошло? В 1901 году Зеленгоф под псевдонимом Холмусом в Варшаве издает книгу, которая называет «Диливизу. Проект решения еврейского вопроса». Я думаю, несмотря на то, что фраза «еврейский вопрос» четко ассоциируется с определенными историческими событиями, все происходило немножко раньше и не имел такого смысла. Вот. Он эту книгу издает, и я просто зачитаю отрывочек оттуда. Все несчастье евреев и весь еврейский вопрос заключается исключительно только в еврейской религии, не в вере, которая принадлежит к области философии, которая у интеллигентного антисемита такая же, как у интеллигентского еврея, у крещённого еврея такая же, как у некрещённого, а именно в религии в религиозном строе. Решение еврейского вопроса и уничтожение еврейского глаголута «Возможно следовать себя только путём изменения еврейской религии». И он предлагает, собственно, в этой брошюре создать новую религию для евреев, которая бы не вызывала противоречий у окружающих народов. Называет эту религию «гилилизм» и предлагает в качестве основного языка этой религии, для того чтобы не ассоциировать её с его гилизмом, использовать асперанто. То есть вполне возможно, что Заминбов в нашем идее гилилизма принял для себя идею создать новый язык, то есть предпосудки к созданию эсперанто являлись религиозной их ездной глоба. И, что самое важное, информации именно о том, что я сейчас говорю, о том, что предпосудки для создания эсперанто являлись его религиозной идеей, её не очень много. Во-первых, потому что сами эсперантисты не очень любят об этом говорить. Ну, потому что немножечко дискредитируют эсперант как язык, потому что формально не те цели, которые в нём заявлялись изначально. Так вот, забавно. Но эту информацию определённо стоит проверить. Тем не менее, если вам интересно, рекомендую прочитать эту брошюрку про гилилизму, это будет забавно. И, что самое важное, после создания и издания эсперанто, идеи гилилизма Замингофа вылились в новое движение в течение гиоморализма, который, по сути своей, представлял адаптированную версию гилилизма внутри всех народов. И, опять же, в этой религии Замингоф предлагает использовать эсперанто в качестве языковых служений, в качестве языка его носителей этой религии. Почему я часто путаю эсперанто и Замингоф? Не потому что у меня что-то не так с головой. В чем суть? Первую книгу Замингоф назвал «Международный язык» и подписался автором «Доктор Эсперанто». На самом языке эсперанто слово «эсперанто» значит «надеющийся», то есть «то, кто надеется». И это слово изначально не было названием языка, оно было просто псевдонимом Замингофа, но поскольку язык назывался «Международный язык», ну, не очень удобно его так называть, его обычно называли «Язык доктора Эсперанто», что в итоге заключается «Язык Эсперанто», и вот так вот псевдоним автора стал названием языка. Вот такая вот интересная история этого языка. Как вы заметили, я не раскрывал вам никаких грамматических особенностей этого языка, вы даже алкогик увидели. А в общем почему? Потому что информации есть слишком много об этом, и она не стоит того, чтобы тратить время на лекции. Тем не менее, сам язык, сам его феномен, тот факт, что он стал известен, это действительно поражает, просто потому что проектов искусственных международных языков в мире было очень много, просто безумное количество. Даже сейчас в современном состоянии можно найти минимум пять языков, которые заявляют, что он им международный язык, хотя никто не знает такой вот интересной историей. И Эсперанто — это на данный момент единственный язык международный, который добился признания, который имеет официальный статус, в одном городе, но есть куда стремиться. И Эсперанто, кроме того, что он сам по себе язык, нужно понимать, что он несет в себе некоторый идеологический компонент, достаточно сильный, и изучение Эсперанто без принятия этой идеологии — это просто разлетовое. Почему вам стоит учить Эсперанто? Не почему. Вам стоит учить Эсперанто только в том случае, если вы с точки зрения идеологии, вам близка идея о том, что в мировом мире доступен только через общий язык, что одна нация не должна иметь привилегию по языку и прочее, прочее. А в целом, как язык для развлечения, как язык, который нужно учить для того, чтобы легче получить другие языки, Эсперанто не тебе способен. Что бы вам ни говорили другие эсперантисты, поверьте, в трех статьях из четырех говорится о том, что Эсперанто — это язык, после которого вам будет легче уйти другие языки. Нет, это не так, это полнейшая ложь. Ну, точнее, как ложь — это не докажут факт. И если вы заинтересовались языком, изучите сначала его идеологию, только потом, понимая, готовы ли вы двигаться вместе с этой идеологией и с языком, изучите его или нет. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ